Всем привет, дорогие зрители, с вами Чокопаев, и сегодня у нас будет новое видео по МТА провинции, а конкретно про редкий общественный транспорт. Не будем томить, перейдем сразу к видео. Скажу сразу, в данном видеоролике будет не только общественный транспорт, но и служебный, и грузовой. Не знаю, может кого-то эта новость и огорчит, но по мне прикольно, потому что даже я не знал некоторые виды транспорта, которые будут представлены в данном видеоролике, поэтому будет интересно. Ну а мы переходим к первому виду транспорта. Ну и начнем мы, пожалуй, с трамваев. Ну и первый экземпляр, представленный в данной категории, у нас будет КТМ-23. Первое упоминание об этом трамвае датируется 10 августа 2019 года в твиттере Demprod.jst с подписью «Когда-нибудь его запилю нам». Также 25 июля 2020 года в телеграме Demp был опубликован список трамваев, который будет в GTA Provins 22-решетка. В этом списке присутствовало три модификации КТМ-23. А именно, КТМ-7162302.01, 7162303 и 7162304 Кубань. КТМ-31. Данный трамвай был упомянут в списке в телеграме Demp, но находится пока под вопросом. Больше никакой информации о нем неизвестно. Татра Т3 двухдверная, а именно модификация кран. Первый скрин с разработки этого служебного вагона был датирован 30 мая 2015 года, и он задумывался для ремонта путей. В Beta 0.1.5 в 2015 году он не эксплуатировался, но его можно было встретить катающимся по ЖД путям, а также словить его на трамвайных путях. В Beta 0.1.7 в 2016 году он периодически находился в трамвайном депо номер один города Мирный, но не эксплуатировался. Но все равно в нем можно было сесть и поездить. В Beta 0.1.8 в 2017 году он был убран из трамвайного депо номер один города Мирный, а в Beta 2 в 2018 году он был убран из игры. Ставь лайк, если бы хотел возвращения этого трамвая на новой карте. Лаборатория контактной сети. Впервые вагон был представлен 29 мая 2016 года. Трамвай попал в релиз Beta 0.1.7, но не использовался. Информация по поводу нахождения данного трамвая до сих пор в провинции неизвестна. Также в народе этот трамвай прозвали личным трамваем Демпродом. Т3 трехдверная. Самарская модификация или же СУ. Сама модель трамвая ничем не примечательна. Она дошла до релиза и используется в провинции по сей день. Нас интересует другой вариант этой модели, а именно с рекламой. Первый скрин с разработки этого вагона был датирован 25 октября 2014 года. Модель похожа на двухдверную Татру Т3, но если приглядеться, то можно в середине заметить третью дверь, которая не была у двухдверной модели. Эта модель отличалась тем, что на ней была расположена реклама. Это что-то было типа пасхалки, секретного транспорта, но от этой идеи решили отказаться в пользу обычного трамвая. Эксперимент с увеличением вагонов на трамваях. Все мы знаем, что в провинции был КТМ-5 и КТМ-8. Так вот, в Бете-018 в декабре на серверах провинции проходили тесты, скорее всего, трехсекционных трамваев, из-за чего на сервере можно было повстречать двухвагонные трамваи КТМ-5, причем с поднятым фотографом только на первом вагоне. А также трехвагонные трамваи КТМ-8 и Татра Т3 Су. Я, кстати, этот момент застал, я их даже видел своими глазами. Татра Т3 Су-Воронежская модификация. Впервые был представлен 10 июля 2015 года. Попал в релиз Бета-015 и эксплуатировался на трамвайном депо номер 2 города Мирный, на третьем маршруте Советское шоссе АТП, и на восьмом маршруте Шахта-депо номер 2 до Бета-018. В этой же Бете в 2017 году он был заменен на КТМ-8. Татра Т3 РФ. Впервые был представлен 16 сентября 2017 года в группе Электротранспорт в GTA GST Project. Скорее всего, этот трамвай планировался для города Приволжск, потому что он ходит в реальной Самаре. А Самара является прототипом города Приволжск. Однако на данный момент разработка данного трамвая была заброшена, и новостей о нем больше нет. МТТА-2 Модернизированная Татра ТРС асинхронный привод, вторая модификация. Данный трамвай попал в список трамваев в GTA Province 22 решетка в Телеграме ДЭМ. Больше никакой информации о нем нет. МТБ-82 Планировалось использование этого трамвая в качестве служебного в депо службы пути города Мирный. Но, к сожалению, модель этого трамвая была утеряна. RGS 15 Расшифровывается как Rockstar и Just Speed, она же GSTEM. 15 это год создания, 2015 год. Этот трамвай является модификацией метротрама, скоростного трамвая из GTA V, который используется в метро города Лос-Антос. Первые упоминания об этом трамвае датируются 6 августа 2015 года. Планировалось пустить этот трамвай на 25 маршруте трамвайной депо Гоночный трек. Но от этого трамвая разработчики решили отказаться еще до релиза Beta 0.1.7. Позже на одном из стримов перед релизом Beta 0.1.8 Радиотехника заявил, что в игре будут только реальные модели транспорт. Этим, скорее всего, и объясняется удаление данного трамвая из игры. Также 19 декабря 2017 года в группе электротранспорт в GTA GST Project разработчики сообщили о том, что в открытый доступ будет выпущена модель слегка измененного трамвая RGS-15. BKM 843-00. Когда впервые был представлен этот трамвай, неизвестно. Но известно, что впервые упоминание этого трамвая в фотоальбоме в официальной группе во ВКонтакте GST Project было датировано 2 марта 2016 года. Трамвай так и не дошел до релиза, а информации о нем вовсе нет. Но зато 25 июля 2020 года был представлен список трамваев в GTA Provinz 22 решетка, и среди них оказался трамвай BKM 843-00. Трамвай 71911. CityStar. Впервые был представлен 23 мая 2016 года. Этот трамвай планировали пустить по городу Приволжск, но почему-то от этой идеи отказались. Но в Бете 2 в 2018 году началась эксплуатация этого трамвая в трамвайном депо номер 2 города Мирный на третьем маршруте Приволжское шоссе МКП АТП, на пятом маршруте Приволжское шоссе ЖД вокзал, а также на восьмом маршруте Шахта ЖД вокзал и на пятнадцатом маршруте Приволжское шоссе Арена Мирный. Но в демо-версии в 2019 году эксплуатация данного трамвая прекратилась ввиду низкого, по мнению разработчиков, качества модели. Снегоуборочный трамвай Рост. Вопрос о добавлении этого трамвая на всеобщее голосование был поднят 15 февраля 2017 года. Все положительно отнеслись к данной затее. Но до сих пор больше никаких слухов по поводу данного трамвая нет. 71931 Витязь. Первое упоминание этого трамвая было датировано 15 августа 2016 года. А первое появление на публике данного трамвая было зафиксировано 2 октября 2017 года. А уже в игре он появился в Бете 2 в 2018 году. И эксплуатировался Витязь в трамвайно-троллейбусном парке города Невский. На 100 маршруте Красновосходинская площадь трамвайное депо. И на 52 маршруте Речной вокзал трамвайное депо. Этот трамвай эксплуатировался до демо-версии до 2019 года. И был заменен ввиду некачественной, по мнению разработчиков, модели на точно такой же трамвай, только модернизированной версии. Витязь М. И этот трамвай по сей день находится в провинции и эксплуатируется на таких же маршрутах, что его обычный собрат. УТМ 71-407.01. Этот трамвай был упомянут 25 июля 2020 года в списке трамваев GTA Province 22 решетка. PCC SLA NUR от английского Presidents Conference Committee. Впервые его можно было повстречать на скрине из музея трамваев около трамвайного депо номер 2 города Мирный 22 мая 2018 года. По сей день он там и стоит. А в качестве подвижного состава его можно было увидеть 25 мая 2018 года. Он вошел в релиз бета 2.0, но не эксплуатировался ни в одном из депо. Являлся транспортом администрации и был создан специально для проведения мероприятий. Скорее всего используется по сей день на проекте. ЛВС-86. Единственное, что известно об данном вагоне, так это то, что 25 июля 2020 года он был упомянут в списке трамваев в GTA Province 22 решетка в телеграмме DEM. И это был последний трамвай, который был упомянут в данном списке. ЛИАЗ 5292.65 Первое упоминание данного автобуса датируется 19 марта 2021 года в группе Firebunny в качестве одного скриншота рендеров 3D Max. И кроме этого, никакой информации по данному автобусу больше нет. Mercedes-Benz Turk O345G. Впервые этот автобус появился 18 июля 2014 года в бете 0.1.0. Он там был, но не эксплуатировался. Хотя его можно было заспаунить через чит-коды, что я и сделал вот в этом ролике справа в верхнем углу экрана. Кто хочет посмотреть, как я это сделал, переходите по ролику и узнаете. Автобус просуществовал до Beta 0.1.5 до 2015 года. Также один из подписчиков GST Project в 2015 году спросил, куда делся этот автобус. На что был дан конкретный ответ. Автор оригинального 345 Мерса Дэмп Ротт, разработчик провинции. Автобус делался эксклюзивно для Омси. 345G сделали без разрешения на передел и конверт. С кучей измененных и замененных деталей на плохого качества. И также сам Буря Авто начал хамски себя вести по отношению к разработчикам и пользователям группы. Был забанен, автобус удален. В игре остался только оригинальный 345-й наш. Баян будет. Это будет Галас АК-6226. Разработчик его Дэмп Ротт. Галас АК-6226. Россиянин. Впервые был представлен 31 августа 2014 года. А в игре уже появился впервые в бете 0.1.7 в 2016 году. И первое время находился в АТП номер 1 города Приволжск. Но не эксплуатировался. Позже был убран из АТП и впоследствии из игры. А 23 марта 2021 года в телеграмме Дэмп было сообщено о том, что Дэмп Ротт нашел свою старую модель Галаса АК-5225. Только уже не гармошки. Что он думает про добавление этого автобуса в игру неизвестно. Форд Транзит Джамбо. Впервые был представлен 9 сентября 2014 года. Скорее всего не задумывался как официальная модель мода. И наверное был скачен. В релиз не вошел. На скриншоте этот микроавтобус находится возле завода экран в городе Мирном в процессе разработки беты 0.1.0. ПАС-3205. Впервые этот автобус был представлен 19 июня 2016 года в бете 0.1.7. Автобус был скачен и не эксплуатировался. Один раз был показан на выставке автобусов провинции 3 сентября 2016 года. Кстати видео очень интересно. Там был и Голаз, и этот ПАС, и еще некоторые автобусы в старой версии. Если вам интересно можете посмотреть на канале Чарли Фрая. ПАС-672. Впервые еще был замечен в бете 0.1.7. Как говорят некоторые источники. Модель скорее всего взята была из GTA криминальной России. Являлся транспортом администрации. Судьба данного автобуса по сей день неизвестна. Также вы можете наблюдать картинку в очень хорошем качестве. Где мы можем заметить данный автобус на Приволжск-Арене. Скорее всего он присутствовал на мероприятиях. Также более нормальная модель этого автобуса. Только с приставкой М существует в провинции. И продается в автосалоне Мирбус. И Карус-256. Впервые был добавлен на проект 1 сентября 2016 года. В бете 0.1.7. Этот автобус являлся админским. Нигде не эксплуатировался. Когда был убран неизвестно. Польво 9700. Впервые был замечен 6 октября 2016 года. В бете 0.1.7. Скорее всего не задумывался как автобус для эксплуатации. Когда был убран из игры неизвестно. Также за рулем мы можем заметить в Фаербанне. Разработчика большинства общественного транспорта в провинции. Было бы интересно от него узнать. Что это был за автобус. И зачем он был добавлен в игру. Волгобас 52.70. Модификация GH. В группе Мастерская Фаербанни. В одном из постов был поднят вопрос. Об одной из модификаций Волгобаса. Комментаторы разделились на две приблизительно равные группы. Те кому эта модификация нравилась. И те кому она не нравилась. Вполне возможно из-за этого она и не увидела свет. Неоплан Тор Лайнер. Впервые данный автобус был замечен некоторыми игроками. Еще в бете 0.1.7. Но возможно они его спутали с другим автобусом. С Вольво 9700. Как по мне он больше похож на Неоплан. По сей день неизвестно существует ли данный автобус или нет. Было бы очень интересно узнать. Потому что за рулем был не абы кто, а сам Дэмпрод. ЗИУ 682Б. Впервые этот троллейбус был представлен 10 сентября 2015 года. Не задумывался как официальная модель для провинции. А был лишь троллейбусом. На котором тестировали скрипты для онлайн версии GTA провинции. Сохранилась только вот одна фотография в красной раскраске. Также просто для справки. ЗИУ 682Г когда-то существовал в самарской раскраске. Троллза 6205.02. Впервые была представлена 11 февраля 2015 года. И являлась скачанной с интернетом. И переделанной под троллейбусный скрипт. Модель не задумывалась в качестве официальной. Поэтому и не была добавлена в релиз. Но под этой картинкой разработчики заявили то, что возможно 3 воскресательные знака будут выходить отдельные патчи моделей адаптированных под наш проект. Но прошло уже 9 лет и этого троллейбуса так и нет. Ставь лайк, если хотел бы троллзу гармошку на новой карте. БТЗ 527604. О появлении этого троллейбуса в городе Приволск было сообщено 29 ноября 2015 года в одном из постов в официальной группе проекта во ВКонтакте. Но после этого больше об этом троллейбусе ничего не слышно. КТГ-1. О добавлении этого троллейбуса в городе Приволск также было сообщено в посте, который был в прошлом пункте. Также скриншот с разработки этого троллейбуса засветился в ролике GSTM GTA Province дневник разработок номер 2 на канале GST Project. Кроме этого, больше никакой информации о нем нет. БКМ-321. Впервые упоминания о появлении этого троллейбуса приходится на 2 декабря 2015 года. А 7 декабря 2015 года этот троллейбус участвовал в тестах троллейбусных линий в городе Приволск. В релиз бета-0.1.7 в 2016 году вошел, но был админским транспортом и нигде не использовался. В бету-2 планировалось добавление этого троллейбуса в Приволск и в Невский, однако по причине большого веса данного троллейбуса, который, как некоторые люди говорят, весел, как весь Невский, этот троллейбус вновь не попал в релиз беты-2.0. А 27 августа 2020 года было сообщено о разработке рестайлинговой версии данного троллейбуса. Проект 305. Первый скрин с разработки данного теплохода был датирован 25 июля 2014 года. И после этого ничего больше об этом теплоходе слышно не было. Разве что его модель использовали при моделировании речного вокзала города Мирный и шлюза в качестве ориентира в масштабах. ЧС-4Т-550. Впервые в игре был представлен 13 августа 2014 года как модель для тестов. В релиз он попал в бету-0.1.0 в 2014 году, но его можно было только заспаунить. Уже в бете-0.1.5 в 2015 году его можно было повстречать ездящим на ЖД путях. Просуществовал этот поезд до беты-0.1.7 до 2016 года. После этого его удалили из игры. ЧМЭ-3-57-75. Впервые был представлен 21 мая 2015 года. Также этот поезд можно было повстречать в бете-0.1.5 в 2015 году на ЖД путях. Дата удаления данного локомотива неизвестна. Возможно, он до сих пор находится в провинции. Ту-7-25-85. Впервые этот локомотив был представлен 29 января 2016 года. И этот тепловоз попал в релиз бета-0.1.7, но не эксплуатировался. Его лишь один раз показали на экскурсии на канале SimProject 30 октября 2016 года на лесопилку. Но 10 февраля 2017 года в бета-0.1.7 был представлен новый вагон, который будет эксплуатироваться на УЖД. Всеми известная ГОТХА Т-57. Часе 4.0.80. Впервые его можно было заметить на скриншоте 19 апреля 2016 года. Пошел в релиз бета-0.1.7 в 2016 году, но не эксплуатировался. Был замечен один раз на мероприятии на канале Мистер Гик. В бета-2.0 в 2018 году был заменен. Р-10-002. Впервые о его появлении было сообщено 19 ноября 2017 года. И планировалось сделать этот локомотив как ходовым, так и музейным экспонатом. Но, к сожалению, ни в качестве музейного, ни в качестве ходового он так и не был использован. ДМ-62-15-52 и 18-04. Впервые ДМ-62 был представлен 19 ноября 2017 года в модификации 15-52. Этот же локомотив, но уже другого цвета и другой модификации 18-04 можно было повстречать на некоторых скриншотах тестов ЖД-линий, а также в ролике GST Project GTA Pro Vince Beta 2.0 Official Trailer 2. В бете-2.0 в 2018 году ДМ-62 был заменен. ЭД-9М. Впервые был представлен 25 июня 2019 года. Вошел в релиз демо-версии провинции в 2019 году, но в данный момент еще не начал эксплуатироваться. Возможно, он будет использоваться в ТЧ-3 в электродепо города Приволжск. Изредка используется на некоторых мероприятиях, таких как выставка поездов. ВЛ-80С-2532. Впервые был представлен 25 июня 2019 года. Вошел в релиз демо в 2019 году. Не эксплуатируется, но изредка используется на разных мероприятиях. Таких как вышеупомянутая выставка поездов, на которой, кстати, присутствовал и я, с ником Иван Шариков Уфы, на канале Витал. Если захотите, можете найти сами данное видео. ВЛ-85. Этот локомотив из разряда тех двух, которые использовались только на выставке подвижного состава. На той самой он тоже был. Один единственный самолет в этом разделе у нас будет Аэрбаз А340-300. Впервые он был замечен 29 августа 2014 года. Однако разработчики изначально заявили, что будут самолеты поменьше. К релизу Бета-010 самолет был убран. И на месте взлетно-посадочной полосы, которую вы сейчас видите на своих экранах, сейчас находится магистральное шоссе и побережье. Также в 010 на этом месте располагалась статичная Андромеда. И это вы можете посмотреть по подсказке вверху в моем обзоре Бета-010. Метропоезд 81580 ВЭКО. Впервые был замечен 24 февраля 2018 года на станции Горки города Приволжск. Являлся транспортом администрации. И неизвестно, до сей поры присутствует ли этот метровагон на проекте или нет. Также хочется сказать про все метро в целом, то что его в настоящее время до новой карты вырезали. Потому что оно сильно перегружало провинцию и сервера. Поэтому системы метро как таковой, в принципе, сейчас на провинции нету. Так что не грех упомянуть два электровагона, которые ходили в Приволжске и в Невском. А именно 81-717-714 это в Приволжске. А в Невском 81-540.2 и 841.2. Первое такси, которое появилось в провинции, было представлено 7 ноября 2015 года в белой и желтой раскраске. В игре оно появилось в Бете-017 в 2016 году и эксплуатировалось в ПП-АТП номер 1 города Приволжск на ЖД-станции Жуковский и на ЖД-вокзале города Мирный. Прекратилась эксплуатация этого автомобиля в службе такси в Бете-018 в 2017 году. ГАЗ-3110. Эксплуатация этого такси началась с Бета-017 с 2016 года. Эксплуатировалось это такси, скорее всего, в ПП-АТП номер 1 города Приволжск. А уже 1 сентября 2016 года была прекращена эксплуатация данного автомобиля в качестве такси. Первое нововведение, которое будет введено на новой карте, это статичные объекты машин и всякого другого разного транспорта. В них нельзя будет находиться, они будут просто радовать глаз как декорация. А именно будет модель Нивы, троллейбусы ЗИУ, МАЗ-203 и 206, СВАРЗ-6275, новые статические грузовые вагоны, набор служебной техники, Т-3СУ, набор статичных ШКОД, МТБ-82, статичный ПАЗ, ИКАРУС, ИЛИАС, Желтый трамвай, стоящий в новом трамвайном депо города Мирный, Татра Т6Б5, ЛВС-86К, А сейчас пойдут уже полноценные виды транспорта. Волгобус сетеритом 12ЛФ, 5270.Е0, П0М1М, трамвай 71923М, БогатырьМ, поезд ЧС-4Т, БКМ 321-100ДМ, поезд С2Г, Ласточка, Рельсовый автобус РА-1, Электровоз ЭП-20, Метропоезд 81765-766-767, ЛМ-99К, СДПМ 2250, Метропоезд 81725.1, дробь 726.1, дробь 727.1, Балтиец, полевомощный трамвай ПМ-21, МАЗ-303, ЛиАЗ-5292.22, Волгобус 4298.G4, АЛВ-182, он уже появлялся на празднике 9 мая в 2023 году, но в первую часть видео я забыл его вставить, поэтому будет здесь. ПКТС-6281 Адмирал для Приволжска, МАЗ-103.065, ЛВС-86М2, обновленный ЛМ-68М. ЛВС-86М2, ЛВС-86М2, ЛВс-86М2,